Если вы смотрите это видео, то мы уже вернулись Сейчас упаковываем наши снегоходы и уходим вверх по Катуне Запретили говорить некоторые вещи, поэтому мне сказать нечего Не представляю, как в гору залезть, а он не пойдет Не пойдет, да? Пожить вы здесь недельку в уединении, вот сейчас зимой Друзья, привет! Очередной выпуск о путешествии по Алтаю Но сегодня лютая зима, 18 января 2020 года Ребята, это мой первый снегоходный опыт Я попал в команду опытных снегоходчиков, у которых есть традиция На каждое крещение 19 января ездить в какое-нибудь дальнее, сложное, дикое место Где можно приготовить прорубь и смыть с себя грехи, которые накопились за год Соответственно, сегодня мы выдвигаемся по реке Катунь До реки Озерная По Озерной поднимаемся до озера Тальмень Вот такой сложный маршрут, который ребята продумывали уже несколько лет И вот нынче решили его осуществить Вчера мы приехали из Барнаула Переночевали в Усть-Коксе на базе И сегодня рано утром приехали в Морловодку Сейчас выгружаем снегоходы Упаковываемся, готовим все и стартуем вверх С нами идет проводник, который знает дорогу Который проведет, я надеюсь, нас безопасно до базы, которая находится на озере Тальмень И все у нас получится Собственно, почему я собрался в эту экспедицию Да, потому что на озере Тальмень много хариуса Я взял с собой удочки, взял с собой наживки Буду пытаться ловить эту замечательную рыбу зимой Кстати, это будет мой первый опыт Поэтому прошу строго не судить Хариуса зимой я еще не ловил Посмотрим, что из этого получится А сейчас собираемся и идем дальше Кстати, о погоде Погода совсем испортилась Где-то неделю стояли морозы Сейчас пришла оттепель В Алтайском крае ужасная буря, ужасные аварии Но мы вчера утром в 5 утра выдвинулись с Барнаула Поэтому без проблем доехали сюда, до Республики Алтай, до Усть-Коксы Но, как вы видите, идет снежок, дует ветер Посмотрим, что из этого всего сегодня у нас выйдет Сергей, что нам, как заезжать? Сюда вам все, чтобы эта тема понадобилась, чтобы трактор мог заехать, загрузить Пригнали сюда пятитонника, в него загрузили три снегохода Это чтобы легковые машины не гнать в большом количестве А два снежника привезли вот на моем туареге с прицепом И там сотка с прицепом И с пятитонника же надо вытащить снегохода каким-то образом Приветствую вас на канале, который посвящен горной рыбалке Путешествиям в труднодоступные места Сибири, водометному экстриму и экспедициям в тайгу Здесь я публикую полноценные фильмы с поездок Делаю обзоры снастей и экипировки Корыто с тобой тащим Экспедиция называется Как часы Не оставайтесь в стороне Присоединяйтесь к моему сообществу Нас уже 39 тысяч Команда состоит из шести человек На пяти снегоходах Плюс проводник Маршрут несложный, но достаточно опасный Поскольку большую часть пути нужно идти по льду реки Катунь Соответственно, по этой причине приняли решение взять местного проводника Который хорошо знает маршрут И неоднократно ходил на озеро Тальмин зимой Все, все снегоходы из грузовика вытащились Теперь выгоняем наш снегоход Водитель сегодня у меня Андрей Иванович Я еду с ним в паре С пассажиром Экспедиция начинается Потом, видимо, нужно прицеп отцеплять, я не выйду с ним точно Там мягко Ну да, скорее всего Руками будем отталкивать Теленочек пришел нас провожать в дальний путь Иди сюда Иди, я тебя поглажу Не бойся Сборы идут полным ходом Друзья, ну все, мы отправляемся Если вы смотрите это видео, то мы уже вернулись Ну это начало нашего путешествия Мы в деревне Мороловодка Сейчас упаковываем наши снегоходы И уходим вверх по Катуне До реки Озерная По Озерной до озера Тальминь Там отдыхаем Рыбачим Купаемся в проруби Вот это краткая программа нашего путешествия Ну все, ребят Сборы наши заканчиваются Осталось совсем чуть-чуть Сверху еще одену очки горнолыжные И все, и можно валить Ни ветер, ни снег, ни почем Немного расскажу о своей экипировке Термобелье Второй слой флиса И горнолыжный костюм На ногах мне выделили ботинки бафиновские Кстати, очень удобные, легкие Надеюсь, теплые Ну и купил варежки теплые Как вы знаете, это мой первый опыт Снегоходный Поэтому посмотрим, что из этого всего получится Но настрой, смотрю, у ребят такой боевой Думаю, все пойдет по плану Я эту экспедицию планировал давно Очень сильно хотел сходить на озеро Тайминь У нас хороший проводник Нас ждут там на озере Тайминь Маршрут 100 километров Там попытаемся пробить перевал на тихую И вернуться потихо Если у нас это получится И как будем пробивать его Я думаю, мы это заучить Начало экспедиции Ура! Вперед! Ура! Канат Николаевич, скажи что-нибудь Запретили говорить некоторые вещи Поэтому мне сказать нечего Снегоходы все разные От старенькой двухтактной Ямахи До абсолютно нового четырехтактного БРП Маршрут порядка 100 километров Плюс парни запланировали покататься в окрестностях озера Поэтому взяли с собой дополнительный бензин Который погрузили в сани волокушу Бывалые снегоходчики знают, что ехать с пассажиром некомфортно И достаточно сложно Поэтому меня определили самому опытному водителю На самый подходящий для этого снегоход БРП Линкс 69, Рейнджер 800 На 60-й гусянке Выезжаем с деревни в 10 утра К вечеру должны быть на озере Мороловодка – последний оплот цивилизации на нашем пути Дальше дороги нет Но левым берегом идет проселок Который через 10 километров упирается в прижим и обрывается Поездка на снегоходе пассажирам – непростая задача Приходится подруливать телом Вывешиваться то вправо, то влево На неровностях приходится привставать Дабы не получить травму позвоночника А я еще и рюкзак одел с видеоаппаратурой Это значительно усугубило мое и так шаткое положение Был момент, когда я попросту слетел со снегохода Но благо ехали тихо, а снега было много Ну да ладно Постепенно приноровился и все пошло как по маслу Эта зима на Алтае достаточно мягкая Поэтому путик до озера сделали только в самом конце декабря Связано это с тем, что большая часть маршрута идет по реке Которая долгое время не замерзала В силу отсутствия морозов На озере нас ждет хозяин базы Александр Григорьевич Чайка Он уехал туда на три дня раньше Чтобы подготовиться к приему гостей На случай непредвиденной ситуации У нас с собой палатка И все необходимое для зимней ночевки в тайге Забегая вперед скажу Она на мне пригодилась Десять километров уже прошли и выехали на лед Катуни Я здесь был раз десять, может даже больше Но все поводнее на лодке А сейчас на снегоходе Вот они, Проталины Проталины Они сопровождали нас до самого устья реки Озерное Кстати, совсем недалеко от Озерной Проходит граница государственного природного биосферного заповедника Катунский Посещение которого без заранее оформленных пропусков запрещено Усть-и реки Бирюкса Наш маршрут пролегал в непосредственной близости от границы заповедника Но на его территорию не заходил Поэтому пропуск мы не оформляли А вот наличие паспорта гражданин Российской Федерации обязательно Поскольку весь Усть-Коксинский район Это приграничная территория с республикой Казахстан И здесь велика вероятность встречи с нарядом пограничников Наши документы пограничниками были проверены еще на въезде в Усть-Коксу Перекур, так сказать Остановочка Отдых Красоты верхней Катуни Крутяк Сергей, расскажи Получается мы сейчас идем и новую дорогу бьем, да? То есть все замело Старое все замело, вон не видно ее вообще Так местами где-где видно А мы сзади-то идем, я смотрю, что старых следов вообще как бы... Ну вот видно, что-то след, наверное, был, да? Ну вот так где-то видно, а где-то вон дальше вообще не видно И как ты идешь на ощупь? Вот так примерно по тому году примерно Ее так каждый год бьют А вот мы там проходили по Катуни и Коксам Весь лед поломано, это что такое? Как будто его набило затор какой-то Ну это затор и был То есть он осенью заберз? Когда дно намерзать начинает, а джинка отголовалась, пошла И вот ее набивает То есть это нормально? Это естественное состояние? В этом году вообще хорошо, он все очень ровный В этом году вообще на торы были такие, что ехать невозможно было По Катуни, да? Ну там скачешь на снегоходе по ним этим потихоньку пить Рыбалка будет, как ты думаешь? Знаю Ты не рыбачишь? Я рыбачу, но посмотрим Но в такое время ни разу еще не рыбачил Обычно все в конце февраля А на что там рыбачат? Каким способом? Просто на удочку, да? Подлежно? На удочку На мормышке Кто опарыши привозит, кто этих мух Понятно Закупает А где рыбачат? В устьях рек? Нет, прям на озере Так там уже глубоко Возле Малой Грамотухи Или Возле Большой Грамотухи А, именно там в начале, да? Да, где попадает Понял, спасибо Могу сказать, что очень рад Потому что мы именно в Усть-Коксу выбрались Потому что это с детства мое любимое место Казалось, что сюда можно летом ездить и отдыхать А на самом деле зимой здесь тоже очень интересно И вот эта природа, река открыта Эти горы, которые магически притягивают И они не такие суровые, как где-то Не серые, а белоснежные И иногда кое-где елочки появляются Я думаю, что это начало только пути Вот, посмотрим, что будет дальше Но мне кажется, будет классно Независимо ни от чего Ребята, однозначно будет классно Так оно уже классно Пять снегоходов, шесть человек Плохо, конечно, что я сам не за рулем еду Но кто тогда снимать будет Поэтому все по плану Идем Начался снежок Но благо нету ветра Обещали сильный ветер Штормовое предупреждение пришло здесь к ребятам В Усть-Коксе Но мы рискнули и пока идем Что из этого выйдет Узнаем дальше Скорее всего, пути к верховью Катуни Никто бы не бил Но на озере Тальмень Расположен один из кордонов заповедника Там практически весь год Несут службу сотрудники охраны заповедника Именно они накатывают Снегоходную колею до озера Что и зачем там охраняют зимой Мне неизвестно По мере движения вверх Количество снега увеличивается Это является причиной появления на реке Налеги Преодоление которой пока не доставляет нам трудностей По берегам верхней Катуни Множество заимок и пасек Но все они законсервированы на зимний период База какая-то Дойдем, может открыто, посмотрим Пошли Проводник сказал, я знаю хозяина Говорит, идите посмотрите, если вам надо Ну мы решили глянуть Прикольно, капец, а Вот так незатейливо Можно пожить в тайге В необычной избушке Обалденно вообще Я думаю, сюда можно приехать туристам летом Вообще б не Перчика Вот так вот подпилил Сделал в виде чумы Круглого Квалет Здесь снега уже гораздо больше, чем там внизу Приехал Не все видеопрофессионалы у нас Как на горном Все, погнали дальше Погнали За весь путь по реке мы не встретили ни одного рыбака Это вызвало у меня большое удивление Ведь в реке водится Хариус Которого с успехом можно ловить со льда Летом и особенно осенью Здесь не протолкнуться Местные приезжие рыбаки поднимаются вверх На водометных катерах и ПВХ лодках Ну да ладно Рыбачить на реке я и не планировал Ведь дорога дальняя А световой день зимой совсем короткий Один перескочил, а другие не смогли Это, пожалуй, самое опасное место на нашем пути Идущий первым проводник провалился на перемете Под которым вовсе не оказалось льда Благо снегоходу хватило инерции И он проскочил образовавшийся провал Похоже, в буран открытую воду накрыло снегом Который слежался и образовал снежный мост Видимо, Сергею помогло мастерство и опыт Не кануть в быстрых водах Катуни А может, просто повезло Делать нечего Нужно идти дальше И мы с риском для жизни объезжаем полынью слева Ух, страшно, конечно Ну, слава богу, проскочили Вот теперь по реке ездить достаточно опасно Сильное течение подъедает лед И можно с легкостью провалиться в бурные воды А из горной реки выбраться, ну, очень непросто Очередное сложное препятствие Вода по ходу Запомните это место На обратном пути здесь будет в колено воды Любоваться красотами нетронутой тайги На ходу не получается Приходится держаться за ручки И высматривать очередную неровность 40 километров прошли Это полпути по воде Перед поездкой у меня было опасение, что я буду мерзнуть Но на удивление было даже жарко Наверное, периодические выбросы адреналина делают свое дело Добрались до очередной заимки Решили передохнуть и попить чаю Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Снега здесь только что чуть съезжаешь накатанного сразу проваливаешься Снегоходы некоторые не идут Или водители у них не едут Нифига не газует Вот Андрей Иванович у нас ездит, один зашибись А.Кулакова 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 Явно очень мягкий перевал А.Кулакова 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 Какая здесь красота неописуемая В общем мы ехали там по Алтаю Снега нигде не было Все деревья были голые Земля голая В Ускоксу приехали Сантиметров 20 снега наверное есть Ну думаем Тяжеловато будет без снежья А чем выше поднимаемся по реке Чем ближе мы К белухе так сказать Тем снега больше и больше Здесь уже явно больше метров И смотрите Снег лежит на пихтах Или на елях Это говорит о том что ветра здесь особо сильного не было Хотя сейчас как я уже рассказывал Огромный циклон у нас в Алтайском крае А здесь тишина, спокойствие Чуть-чуть идет снег И как сходишь с колеи Сразу проваливаешься по самые Не хочу Да с колеи сходишь проваливаешься Снег тяжеловатый И вон там река тихая правая По которой у нас есть план вернуться Туда мы пойдем по озерной Где уже ходили снегоходы По тихой еще в этом году снегоходы не ходили Кто ходил пешком на Или на конях На озеро Тальмень Тот помнит крайний перевал С Тихой на Тальмень и обратно С Тальменя на Тихую И вот этот вот Представляете Этот перевал мы попробуем Завтра пробить на снегоходе Чтобы выйти на Тихую И по Тихой вот в это место выйти Сократив 20 километров Ну я думаю По времени потратив очень больше Ну и немножко закольцевав маршрут Чем тяжелее задача Чем она интереснее Будем стараться А сейчас на озерную двигаем Вперед Вперед пить все навстречу Снега реально вдохновище И все А здесь выходит что накатанное Опа И встал Снегоход тема Едем дальше Или идем Или как там правильно На снегоходе Вон он оставлен на наш груз Ждет нас здесь два дня Но там только бензин От устья речки Большая Тихая Двигаемся по правому Берегу Катуни Лишь изредка Выезжая на лед Который сплошь Покрыт толстым Слоем снега Ехать на небольшой скорости По Буранке Вполне комфортно Но поскольку мы Идем последними Всегда приходится догонять Впереди идущих Ехать же по Целине Вдвоем Практически нереально Чуть соскочишь Накатанного пути Бери лопату И копай Завалился? Ну конечно Так всегда А он хотел прокатиться Да? Да Я ведущий всегда И потом еще Блин разворачивающийся Еще один закопался Я думаю Не садик конечно Может что помочь Только здесь я понял Всю прелесть Снегоходных путешествий То один То другой Съезжая с колеи Заваливаются Все останавливаются И идут вызволять Товарища из снежного плена Я не знаю В чем причина То ли опыта Не хватает у парней По вождению К глубокому снегу То ли снегоходы На это не рассчитаны Но натягались мы В этот день Снегоходов До боли в спине Ну он свалился Тоже по ходу просто Ну да Он что Он идет по Целине буквально По идее Мне бы С ним допустим идти Как красиво Все таки Ну здесь видишь Здесь пожар был Видишь Елки все вон Сгоревшие стоят Лет сорок назад Говорят Так вот Там у нас Цепляют снегоход За снегоход И вытаскивают Ну там По руслу ехать опасно Там лед тонкий Все Вытащили Спустились на русло Ну Мне не нравится Этот план Кордон заповедника Печка топится Красота Семьдесят километров От дома Топится Люди живут Килосетра через три Озерная Да? Это кордон заповедника Было Потом его закрыли Сейчас не знаю Что здесь Кто-то сверху идет Нам проводник Рассказывал Что у него товарищ С родственником Уходили Сейчас возвращаются Валик Нормально О, еще и с санями Вдвоем еще и с санями Красавец Здравствуйте Добрый день Привет Привет, народ Что здесь не ждем Чтоб мы протоптали Да? Мы стоим Ждем, чтоб тропа была Мы же вам протоптали Бля Всего за михеримость Кто видно То невинно дорогу Че там по озерной Каких семисят Здесь семися осталось Ну, семися до дома Семьдесят Ну, я, может, там маленько катался Ну, пусть шестьдесят восемь В смысле на удилище Так она у вас посмотрит Что-то даже какие-то непечальные Такое ощущение Я сегодня-то не пил Вот мужики Как раз в Тайменево озеро Хариш ловится, но слабо говорит Поймаете, если рыбачить будете? Будем рыбачить Снег усиливается, господа Все, мужики, удачи вам Счастливо Был я однажды на этом кордоне Вот оно, в устье реки Озерная Вот по этой реке Мы поднимались на лодках неоднократно И по коту не ходили выше Пасека в устье реки Озерная Да, пожить бы здесь недельку В уединении Вот сейчас зимой Пацаны, снегоход завалили опять Да, ребят, вот это круть, реально В тайге Зимой Да еще по дихарю запоймаем Вообще кайф будет Лопата далеко? Лопата вот там Надо подкопать вот здесь Нам его опустить И тогда мы ее, может, отпустим Либо увидим Смотри, он здесь твердо снять забился Да, ее надо Перепустить Мне кажется, надо подвыше подкопать Подвыше подкопать, чтобы он пересел Да, он, Юр Мне кажется, самое главное Сам корпус Не заходит Вот, сейчас он Либо дергай вперед Выехали Ура Пока один вытаскали, второй засадили Попали мы в настоящую сказку Именно такой я и представлял нетронутую зимнюю тайгу На протяжении всего пути Мы видели лишь один след Крупного копытного животного Разобрать не смогли То ли лось, то ли морал Изредка попадали следы зайца И пушных зверей А вот следов хищников Не было вовсе Может, снег их припорошил А может, их здесь и нет Хотя, по рассказам местных Волки в этих местах обитают Надей, Юра Ребята, нам осталось километра 4 до озера Да, 4-5 где-то Примерно За Геннадий чем придется ехать Один он не вылезет Тяжелее на снегоходе Он, наверное, в этой ямке Нет, все нормально Едет Да, красота здесь неимоверная Вот эти наряженные снегом пихты Снег скрипит классно так Ходи, поскрипи Ну как впечатление? Ох, отлично Снегу много, да? Вообще До озера стали считанные минуты Активная часть нашего маршрута На сегодня заканчивается Сбылась еще одна мечта Попасть зимой на озеро Таймени Сил на рыбалку не осталось Ну ничего Завтра я обязательно поймаю Своего первого зимнего Хариуса Оооо Вот оно озеро Мы добрались Ура Крутяк, крутяк, конечно Спасибо, Господи Можно в колокола позвонить Прикинь Да Чего же это добрый человек Пострелится Ну что? Ну что? Субтитры создавал DimaTorzok Привет! Привет! Привет, Александр Георгиевич! Все, друзья Мы привели Ура! Ну здесь красота, конечно Это вам не то, что Что-то другое Крутяк Я вот этим людям Которые это создал Избушку Я вот просто преклоняю Сколько это лет надо создать Это же невозможно За один год сделать На вертолетах завозили сюда Ну вон тот домик, по крайней мере Вон тот Ты проедешь, вон, посмотрю там Пройди Смотри, какой цвет снега Прям голубой Даже на камеру видно Такого цвета снега Я нигде не видел Народ рыбачит Их же не было, когда мы там пришли Не знаю Они за нами, скорее всего, пришли Но мы их не слышали Какая нетронутая Рос А где-то, говоришь, вот здесь, наверх Через перевал Как я понимаю, надо вот эту город Это перевалить Потому что вот, когда мы идем пешком Там что-то ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты И спускаешься вон в тот угол, бля Либо вот эту ложбинку А дальше уже, получается, этот хребет Уже Казахстан, да? Нет Нет Он в другую сторону, Казахстан Казахстан туда Казахстан далеко Все, та сторона-то поедет Туда нельзя ходить Прямо ходить туда нельзя, бля По идее, нельзя Вон там вытекает река Озерная Вон там Вот такой домик у нас Пять спальных мест Плюс одно, так сказать На диване вдвоем будем спать Печка теплая Тут жарище Мы приехали все Уставшие Лица горят Руки горят Горят конкретно Сегодня мы отдыхаем Ночью по плану у нас крещенское купание А завтра уже будет кто-то кататься Кто-то рыбачить Ну а пока отдыхаем Так вот В доме На озере Тайменем Если вы еще не подписаны Сделайте это прямо сейчас Избавьте себя от бесконечного поиска Качественного контента на просторах YouTube Также приглашаю посетить мою страничку в Instagram Виталий Бешко Там много фото и видео Не попавших в фильм Ну что бы там не прогорело То же как блядь Сможешь выключить А где пульт? На улице холодает Уже 10 градусов Парни сейчас у нас катались Пока светло было по озеру Снегу, говорит, с полметра на озере А сегодня ночью Мы будем смывать себя грехи Сейчас затопили баню Готовим прорубь И будем купаться После 12 часов А пока отдыхаем с дороги В теплом доме Развесили на просушку Изрядно промокшую одежду Ведь завтра будет новый Интересный день Который мы проведем В окрестностях озера Тайменем Крещенская ночь Минус 13 И посмотрите сколько время Только исполнилось 12 часов Мы пошли в купель Здесь баньку натопили Ну вот она Пель Новый год И так А это все Господи, Володей Господи, Володей Господи, Володей Готовим Все Готово Субтитры сделал DimaTorzok 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 И все, такая красота Завтра днем поснимаю, сегодня ничего не видно Все, идем спать, спокойной ночи И все, друзья, я на рыбалку Ну вот я и устье, большой громадуж Вот он мой первый Харюзок Вот так возле самой проталины и сижу Серега тащит второго подряд Этот маленький Ну в общем, ребят, теперь я понял Что зимняя рыбалка по Харюзу Она кардинально отличается, допустим, от ловли окуня Или там другой какой-то рыбы, которую я ловил в детстве Субтитры сделал DimaTorzok Жарится Жарится